У президента кадровый день. Александр Лукашенко назначил Ивана Крупко губернатором Гомельской области. Ранее он был главой Минсельхус-Прода. Бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов стал министром антимонопольного регулирования и торговли. А Сергей Шлычков теперь председатель Госкомитета по науке и технологии. Он работал заместителем начальника управления цифровизации и инновационного развития. В Беларуси в январе-ноябре построили 44 тысячи квартир. Это больше 3500 квадратных метров. Из них 28% в сельской местности. Полторы тысячи предназначены для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Больше тысячи квадратов возведено с учетом господдержки. Комитет госконтроля Могилевской области проверяет ход зимовки скота. Уже обследовано 28 хозяйств. Как показал мониторинг, на двух фермах Бобруйского и четырех Хотимского районов необходим ремонт и утепление помещений. Также в числе упущений – несбалансированность рационов, ненадлежащее хранение кормов, нарушение требований к содержанию телят. Два ЧП за одну ночь в Бобруйске. Сегодня в пол первого на Горького горела баня. Предполагаемая причина – нарушение правил устройства и монтажа печей. В пять часов подразделение МЧС выехали на пожар в деревне Ламбова. Полыхал жилой дом. Пострадавших нет. Правоохранители изъяли у Бобруйчанина 205 электронных парогенераторов на сумму 6 тысяч рублей. Возле торгового центра «Спектр» задержали 26-летнего неработающего местного жителя. Он торговал вейпами без государственной регистрации. Мужчину привлекли к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.